Через центральный аппарат таможенной службы за прохождением товаров можно следить в режиме онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с помощью видеокамер на всех пунктах пропуска. Надо отметить, что в автоматизированной онлайн-системе есть не только фото- и видеофиксация, но также есть сбор данных по количеству проезжающих транспортных средств и не только. Если мы возьмем пункты пропуска, то пункты пропуска практически в 2-3 раза порой превышают количество транспорта, пропускаемого через пункты пропуска. Это без уменьшения качества контроля. Например, пункт пропуска доступ рассчитан на 672 транспортных средства, которые могут быть проконтролированы в течение суток. Однако же при использовании этих систем мы добиваемся результатов, что порой количество транспортных средств доходит более тысячи, до двух тысяч доходит. Это возможно как раз благодаря использованию автоматических систем. Хотелось бы отметить, что все данные, которые формируются в этой системе, они хранятся в архиве, их невозможно удалить, невозможно их откорректировать. Данные, введенные в систему, не удаляются, а полностью сохраняются. Автоматизированная онлайн-система работает также на пунктах пропуска Эркиштам и Торугард, где температура зимой достигает минус 50 градусов. Президент Садыр Джапаров открыл в Нарынской области КПП Торугард-2, оснащенный таким современным оборудованием. До сих пор комплекс Торугард-2 нуждался в реконструкции. Был резкий въезд, неудобно расположены объекты, мало парковочных мест. Поэтому комплекс нуждался в реконструкции. Проектная мощность Торугарда – 150 машин в сутки. Сегодня через данный КПП ежедневно проезжают более 300 автомобилей. На сегодня проведена реконструкция административного здания у комплекса Торугард-2 с устройством шести полос движения, установкой крытых утепленных ангаров, где одновременно может проводиться таможенный контроль в отношении шести транспортных средств. Кроме того, Садыр Джапаров предложил с весны следующего года увеличить количество рабочих часов по схеме 24 на 7. Торугарда – 24 часа. Эти действия – результат цифровизации, в результате которой доходы от таможни растут из года в год. До конца года Государственная таможенная служба выполнит установленный план на 100% и обеспечит поступление в бюджет больше 107 миллиардов сомов таможенных платежей. Таможенная служба обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 107 миллиардов 574 миллиона сомов. Исполнение к прогнозу составляет 99,98% или собрано меньше на 24,5 миллионов сомов. До конца года прогноз будет исполнен в полном объеме. Из них таможенные платежи беспошлины, но стоит отметить, что таможенные платежи беспошлины уже исполнены, то есть собрано 82 миллиарда 788,6 миллионов сомов. В результате цифровизации и фискализации налоговых процедур выявлена теневая экономика, увеличиваются таможенные и налоговые отчисления в казну. В результате этих усилий решаются социальные вопросы, выплачиваются зарплаты и пенсии. Даяна Джумабекова, Нургуль Джумабекова, Азамат Кадыртуктоев, Аллато 24.